Семинар На мой взгляд, любить и творить, это то, что у нас от Бога, ну и, соответственно, это нас очень удовлетворяет, удовлетворяет нашу душу, мы от этого испытываем полноту ощущений, полноту жизни, вот, но когда новичок приступает к этому процессу, редко удается найти благополучный путь, благополучный путь творчества, и касается этого вязни, какой-то вязни рисовательный, который потом ничем не заканчивается, нет продукта, какие-то учебные работы скучные, неинтересные, и в итоге, да, как-то попробовал рисовать, вот, ну а наша с вами задача, и я вижу для себя такую задачу, чтобы человек не только попробовал живопись, но и очень быстро проскочил к продуктивному творчеству, и немедленно смог выступить к зрителю, рассказать посредством живописи, вступить в диалог с людьми, вот, а для этого нужна полноценная картина, и вот, картины, картина, на наших уроках мы в первую очередь учимся не столько рисовать, а сколько технологически, грамотно сделать вещь, сделать картину, на уроках у нас это очень хорошо удается, многие делают аналогичные работы уже в домашних условиях, особенно повторяя аналогичные задачи, им удается сделать неплохо, и даже очень хорошо сделать это же дома, то есть, если мы на самом деле, живопись несмотря на то, что внеешь, ну, много отраслей путей развития, но если мы с вами вцепились в какую-то задачу, внятную для себя, мы хотим писать портрет, мы хотим писать, допустим, на черном цветы, то есть, если мы вцепились в конкретную, ну, или, понимаешь, вцепились в какую-то конкретную задачу, то выучить ее очень легко, ну, в частности, вот, допустим, что касается портрета, я думаю, что те, кто побывал в музее, кто видел, видел классический портрет, то, наверное, люди заметили, и фотографы это тоже подхватили в силе, есть основные ракурсы, которые с определенным освещением, и они тиражируются из портретов в портрет, то есть, на самом деле, большого изобилия портретных решений не существует, вернее, оно существует, но есть несколько основополагающих портретных решений, которые буквально из портрета в портретах у разных художников мигают, ну, скажем, вот эта формула освещенная, и вообще формула портрета, скажем, Джоконды, это вот одна из тех формул, которые распространены и используются другими художниками, и надо сказать, что достаточно новичку выучить несколько вот таких формул, ну, скажем, сделать копию Джоконды, повторить ее наизусть, просто самостоятельно повторить все основные рехи этого портрета, ну, а хорошо, конечно, вместе с опытным художником это сделать, потому что, чтобы не приобрести кривой опыт расследования, то есть, действительно, живопись — это отчасти расследование предметов, освещенности и прочего, совершить это расследование с опытным художником, выучить, и тогда мы в этой категории уже можем немножечко сопоставляться с опытными художниками, просто от того, что мы выучили, как бы, основополагающие формулы. Опытный художник, он, конечно, может крутить портреты из любого положения, с любой освещенности и прочее, ну, и опытные художники, вы тоже заметили, я думаю, и в музеях это хорошо видно, и в альбомах, которые мы листаем их, что, как правило, художник застревает на какой-то теме, ну, как, так вот, собственно, все люди. Застревает на какой-то теме, и обоснованно эксплуатирует ее. И, например, такие художники, казалось бы, такие величины, как Айвазовский, как... Серов. Только что, помню, забыл. Серов, Серов, Серов. На твою фамилию похоже. Не помню. Ну, Шишкин, это вообще-то... Шайвазовский, Шишкин, Саврасов, да? Одна и та же тема. Собственно, крючки прилетели, а все остальное – это озерца, отражение, озерца, отражение, птички, деревьев, кустик. То есть эксплуатирует одно и то же тема. Я не призываю к тому, чтобы шаг упрощать свою творческую жизнь в одной и той же теме. Просто я хочу сказать, что даже опытные художники, как правило, все-таки выбирают какую-то тему, которая их особенно волнует, и уже ее пишут из любого положения. Также и вы можете выучить, буквально выучить, какую-то основную тему, близкую для вас. Ну, скажем, есть проблемы букета цветов, что букет цветов – это шар. Вот проблему шара для себя выяснил. Проблему плоскостей у фоновых пятен, там, скажем, плоскости, на которой стоит букет, плоскость за, решение этих плоскостей. Вот. И чуть-чуть технические приемы для решения цветов тех или иных. Все эти технические приемы есть. И не надо, нежелательно изобретать на первом этапе, изобретать свои технические приемы. Потом, конечно, вы будете осваивать разный способ. Но вначале лучше взять у опытного технические приемы для решения тех или иных задач. Ключи к решению, допустим, того же букета цветов. То есть, есть основоплагающие ключи, которые универсальны, и если мы их получим, то мы можем в этой области работать. То есть, на десятую картину вы будете знать почти все нюансы, скажем, вот, если говорим мы сейчас о букетике цветов. То же самое, может быть, чуть более громоздкая тема, конечно, портрет. Пожрете там, допустим, на чувство пропорции. Но в наше время вы, я думаю, заметили, что чувство пропорции в художнике не очень-то и требуется. Мало того, вообще не требуется. А за то, что требуется, требуется эмоция, жест, поступок, да, то есть вкус. Если мы, вот, кстати, о вкусе интересный момент. Многие, когда пишут, вот, на уроках, говорят, «Да я не знаю, красиво это или некрасиво». Вот надо решиться, что-то назначить красивым, а что-то назначить еще некрасивым. То есть довериться собственному вкусу. Потому что, когда мы слишком много сомневаемся, у нас есть опасность того, что мы будем переписывать картину, переписывать, не зная, что мы делаем вообще, к чему устремиться. То есть довериться. То есть, если это пятно меня устраивает, значит, я считаю, что это красиво, значит, вот к нему и вокруг него развиваю всю красоту картины. То есть не сомневаться в своих вкусовых привязанностях. То есть, для меня это красиво. У одного может быть красиво чумазенькая, такая чернявая живопись, у другого какая-нибудь сиреневая, призрачная, бледненькая, у третьего третий цветовик, он любит цветное, четвертый, наоборот, кризальность, тихость цвета. Поэтому, вот надо себе довериться обязательно в этом вопросе, особенно, если мы стали на путь живопись. То есть, если мы не стали на путь живопись, мы не знаем, что такое красивое, классно. А если мы все-таки стали, то довериться своему вкусу. Потому что, в любом случае, это проявление вкуса, в любом случае, это проявление личности. А вкус, конечно, будет немножко усложняться, расти, в пользу того, в пользу универсальных каких-то проявлений вкусов но современный зритель от художника не требуют умения рисовать и вы заметили поэтому если вы можете вот как душой пишет не красками а душой если вы можете писать душой значит вы уже художник в принципе а умение рисовать она все будет подбираться подбираться но есть технологические приемы есть как бы культура укладки краски культура общения с холстом и в эту культуру лучше не изобретать самому нет нет не пытаться вот сейчас сяду маленькой кисточкой все вырезаю будет очень похоже я так делала в школе тетрадки у меня очень хорошо получалось похоже можно можно так методом упорного рисования чего-то там добиться но культура исполнения будет такой низкой что от пас никому не надо ну вообще никому не надо с той же фотографии которая собственно ничего особенного не не говорит эмоционально можно срисовать ее педантично педантично можно поклеточка перенести можно можно на холл сбросить изображение в этих фотостудиях и наполнить краской все это можно сделать если не интересует результат а если интересует результат то конечно нужно как-то к этому подойти и вот эти подходы мы с вами на моих во всяком случае мастер-классах и исследуем вот есть еще очень серьезная проблема материалов кажется иногда вот я когда приходишь в магазин художественных материалов и там столько всего столько всего на самом деле ничего там сегодня про знали выложите выкупает все самое лучшее остается так сказать попсовые кисти попсовые краски народные так сказать и человек покупает их что-то и не делает оказывается что что-то не то что-то не так невкусно не так как я видел не на как мне показывали поэтому рекомендую конечно сформулировать для себя очень долго даже институтские те кто учащийся институтом очень долго привыкают тому что собственно купить магазинах потому что сначала глаза просто разбегаются есть как бы краски которые не подведут кисти которые которыми работать удобно и и вкусно мастеркин которым можно решать задачи тоже с разбавителями тройниками двойниками все это тоже имеет ну скажем тройник в первом этапе в принципе не нужен в первом сеансе тройник не нужен но у него немножко слишком вязкая все потому что там и масло если какие-то немножко вязка вместо той акварельности которую может дать например первый слой разбавитель простой чистый разбавитель там либо это пимент либо это бывает спирит очищенный слабо пахнущий прочее человек это всего не знает и методом профи ошибок причем ошибок очень больших нас две проблемы мы плохими материалами работы плохими действиями и очень много собственного неправильного кривого опыта приобретаемых когда мы просто пытаемся методом тупого подражания тупого копирования сделать рисунок картину для всего этого мировая живопись панель запретала наше время совсем много поизобретала много всяких трюков приемов фокусов способов письма которые желательно подсмотреть взять можно даже прямо из руки опытного художника и сделал себе некую базу технических способов технических приемов ключей к решению задач вот уже двигаться в сторону самообразования конечно самообразование высший пилотаж это это то что ведет к успеху но чтобы приступить к самообразованию некая азбука нужна эту азбуку изобрести невозможно ее нужно взять вот эту азбуку мы конечно осваиваем на наших мастер-классах и очень успешно на мой взгляд потому что очень много людей стали самостоятельно писать без всяких институтов в течение там кто пройдя всего 20 уроков кто 50 уроков кто 100 уроков это все не сопоставимо с пятилетним образованием в училище в институте художественном уже способны самостоятельному творчеству а часто выставляются но продаются продаются вообще какого-то плана рука знают что цвета продается прекрасно и кстати продажи тоже очень важный момент конечно первые картины многие не хотят продавать подруга девушки и говорит на рабочем месте хотя твою картину она все посмотрит на меня она все посмотрит на меня это не деньги и не отдаст первую картину но то что картины продаются сплошь и рядом многие меняют профессию десятки имеют людей становится доходным делом для основной массы кто кто увлекся потому что есть люди которые пописали решили что она всего я все умею всем я талантливая или талантливый в принципе больше мне так решать ничего не надо ну такое тоже просто форма сама вот какое удовлетворение вот а есть люди которые действительно влюблены в изобразительное творчество и вообще в творчество и конечно творчество в нашей жизни очень не хватает только кнопки можно нажимать и все все рождается но опять же эти кнопки и прочее видите как делали что живопись перестала быть фундаментальной когда расследование живописи такое научное прошлых веках сейчас любой поверхностный взгляд может трактоваться как полноценная вещь как полноценное творчество вот и и в общем то с одной стороны вроде как это плохо от другой стороны вроде как и хорошо потому что расширяет возможности все таки очень расширяет возможности для творчества если в прошлые века все таки мы увидим что живопись однобоко в эту только так пишут в эту эпоху и это скучно это хорошо мы смотрим на все эти пласты они тоже только в этом сейчас практически в сентябре весь спектр загрузить на творчество для нас открыт вот и каждый человек если раньше это было привилительно некоторых совсем немного сейчас каждый человек может все позвольте и в отличие кстати от музицирования от пения от поэзии которые к сожалению вообще за штат вышло вот живопись на пике внимания может не так как музыка в общем я пытаюсь пространно что-нибудь говорить чтобы вообще в тему ввести то есть словесно наваливаю может быть уже немножко скучновато но пытающие навалить для того чтобы все-таки появились какие-то правные точки для разговора для диалога на собственно на камеру я не знаю буду я уже там есть этот фильм он тоже все это перечисляет вы можете просто подойти потом списать те краски которые я тоже там на периферии я как раз хотел показать чего не надо покупать ну вы туда даже не смотрите вы туда даже не смотрите а вот эти которые здесь на переднем плане вот их просто переписать для себя выяснить вот по поводу детей конечно не ходил в рот для того чтобы высказаться много разных детей вы знаете понятие щетина есть понятие синтетика есть колонки какие-то уши еще что-то вам уши не нужны колонки вам не нужны вы только испортите кисть дорогую кисть которую вы не поймете что с ней делать они недостаточно белка вам совсем не нужна для масляной живописи а вам нужны хорошая добротная синтетика синтетика живучая и наше время появился такой замечательный рябок синтетические птицы и у них ресурс высокий качество письма от них очень хорошие и цена соответственно невысокая можно портить их сколько угодно поэтому а эти синтетики разные синтетики многие женщины соблазняются поскольку учащие как правило женщины становятся новоиспеченными художниками в развитом состоянии мужчины как-то тяжело новые области осваивают определенного возраста вот они еще могут запихнули они пошли и художниками как правило чаще становятся мужчины профессиональными да но женщины какой-то момент жизни уже интересное новое творчество мужчинам неинтересно почему-то а женщины какие-то выбирают ну да 95% чаще ксетов это женщины и мужчины не приживают то ли потому что у женщин все получается а ему кротости не хватает женщины более кроткие чем мужчины то есть он тихонечко и слушают а тот мужчина будет слушать не очень с этим но хотя есть есть благополучные мужчины а может быть потому что мини эмоциональный не столько надо эмоциональной расшатанности конечно живопись эмоциональный фон расшатывает в хорошем смысле слова да особенно вот кстати для взрослых людей потому что одно дело когда приговорили ребят к живописи это конечно его поставили на скольский суд а вы и многие из вас вообще живы допустим без живописи и умеете без нее жить поэтому живопись для вас может быть открытием удовольствием и вы всегда можете контролировать свою эмоциональную жизнь чего я вам и желаю потому что быть приговоренным от юности скользко как правило все таки начинаются проблемы зависти соревнования безумного а вам соревноваться не надо вы же вы если преуспели так слава богу не преуспели так вы же и не воспитались на это делать вот а женщины часто выбирают кисти выбирают похожие кисти на свои ну да они же приятные они же красивенькие поэтому откажитесь от этой идеи потому что этими кистями вот этими мягкими кистями они хороши для умеющего рисовать и имеющего точный рисунок а поскольку точно рисунок у вас появится не сразу вот вам эти кисти не выгодны вы не будете справляться с задачей она будет у вас неинтересной а вот кистями у такого рода можно вытворять грубости приблизительности и вот именно вот эту вот фирму написано колос мил я рекомендую покупать если встретите по несколько экземпляров потому что это очень хорошие конечно фирма мне за это еще платит очень хорошая кисть если речь идет о тоненьких кистях а-ля холонок очень выносливый борс как правило те кисти которые сейчас продаются они сразу первого же сеанса в растопырку их хоть выбрасывают а это держит ровненькость сеансов 10 а это вернисаж но вроде как сейчас там сменилось правительство двоечки троечки единички малютки у них есть еще вот такого рода кисти у колоса такая двоечка у колоса да хороший денисаж да если кто-то заставит покупать на новое скажите пожалуйста скажите пожалуйста если мы покупаем синтетические кисти надо обязательно уточнять для масла или синтетика они вам ничего не скажут там сидят девочки которые проходят иногда мастер-классы совершенно огульные ничего они там естественно не запоминают потому что толком они сами не порисовали ну как-то им дают попачкать холст или что-то попачкать они или вообще этого франции которые сказать ничего не могут то есть они как-то пытаются щеки надувать что-то советовать что-то подруга там продавщица сказала услышали и тоже тиражируют но с ними консультироваться категорически бессмысленно то есть я иногда спрашиваю что-ли я вижу на такие безумные ответы что понимаю что что они могут сказать на ничего но вообще это не разнятся для акварели синтетика и для масла или они одинаковые для акварели для акварели вот эти вот нежные нежные китости вот это хорошо особенно белочка но мы сейчас ведем речь не об акварели поэтому если лечить это маслик вот синтетика или близкие к ней по качеству вы видите длинный ворс часто кисти коротковат ворс а еще говорят что очень хорошие кисти щетины я уже забыл даже так давно не пользовался обычная щетина и часто набор красивый так с виду упакован красиво и вообще эти упаковки они вас конечно обманывают сильно щетина хорошего качества я вообще уже забыл как она выглядит то есть ее практически невозможно встретить в магазинах то щетиной хорошо пользоваться клеем который продают ну клеить я не знаю что-нибудь ну в том смысле хорошо что хоть клей можно использовать ну не знаю нет я не вижу сейчас хорошие щетины а если она есть может просто надо поискать да и не нужна вам щетина когда есть синтетика потому что еще не известно как какого качества щетина как правило все это очень хорошо упакованы и вы просто не можете даже разглядеть качество у синтетики более-менее предсказуемое качество даже только кроме этих мягких если она совсем мягкая мягкая нежная вы можете прийти пощупать если она совсем мягкая нежная то это не для масла вернее для масла может быть она использована при хорошем качестве рисунка у художника у вас нет чертого качества поэтому не связывайтесь с кистями рисовательного толпа так сказать немножко с грубоватыми кистями то есть вот такая немножко грубоватая щетина желательно длинный ворс есть вот такие обрубленные есть спиленные вот например вот спиленная кисть очень хорошенькая иногда можно ею и ребро и плашмян то есть эта же фирма у нее прекрасная синтетика вот с ровным обрезанный есть вот такие кисточки которые а-ля карандашечек вот иногда когда речь идет о рисунке каком-то тоненьком то она действует почти как карандашечек она очень быстро стачивается остается буквально грифелёчек этого ворса и она совсем становится карандашиком и вот те карандашные особенно линейный рисунок в картине очень часто вот этим а-ля карандашиком можно вытворять вы видите даже характерно держу кисть не не как шариковую ручку а немножечко игравичь держу вот это игравичь держание кисти очень важно и для вас вы должны освоить для себя лежачее отношение кисти к холсту не торчачей обязательно вот просто запретите себе хотя бы на на полгода рисовать вот так писать так да и рисовать тоже живопись это рисунок цветов то есть все что в рисунке принято в рисунке все тоже и особенно масляная живопись это касается масляная живопись это буквально рисунок цветов и все что принято в рисунке автоматически идет и я думаю что вы замечали когда когда эти учебные книги по учебному рисованию что художник кисть карантаж держит вот так не вот так а вот так вот эти вот движения вот эти вот эти даже линейный рисунок он ведет лежачей кистью каким-то замечательным образом лежачая кисть более более эмоционально более подвижно в отличие от вот такой кисти такая кисть или такой карандаш требует очень точного рисунка очень точного мало того жестковат рисунок когда кисть лежит мы чуть-чуть захотели придавили придавили ослабили очень трудно придавить ослабить в таком положении а рисунок живой когда он то напряжен то ослаблен когда он мягкий когда он несколько приблизительный вообще приблизительная живопись она вкуснее и как ни странно и вот те точные элементы вот так лежачей кистью оно получается немножко приблизительно и от приблизительности точность вышло опять же если мы это давайте давайте показывать да я буду показывать ну да просто я хочу сейчас может быть попытаться сформулировать почему приблизительность лучше ну вот скажем точные портрет человека он конечно будет ну нечто говорить о человеке но он же все все рассказал вот он настолько точно все рассказал допустим берем портрет Ромского Рябина ну буквально живой человек берем пренуарчика нашего пренуарчика вот уже какая-то приблизительность и мы часто находим этот образ милее интереснее для себя потому что мы можем там угадать и себя можем угадать и кого-то можем угадать кого бы хотели угадать то есть или дорассказать об этом образе а там же все как кусок прозы такой там элемент поэзии поэтому а для вас которые еще не умеют рисовать ибо да не нужно утыкаться в точный рисунок долой точный рисунок на очень долгое время то есть годика три вам точный рисунок будет ну почти невозможно хотя вот Макс Макс смотри что сделал за год изучения живописи живописи и рисунок то есть это работает да но у живописи тоже самое за год исследования живописи и рисунок дошел до вот такой академической высоты хотя тоже начал совсем недавно он вообще йогой развлекает людей йогой а тем не менее в остатке в остатке времени как быстро вырос ну практически с нуля и я помню у Макса замечательная была формула кстати о ней можно хорошо сказать то есть почему мы на первом этапе когда просваиваешь почему я не вижу очевидное ведь это же теперь почему не делаю очевидно ведь это же очевидно что здесь темнее здесь светлее а почему у меня не получается вот то есть для него было очень обидно что очевидные вещи он не может перевести на холст и вот это у вас новичку будет очень у разных людей по-разному очень большая проблема очевидные вещи вы не даете на холст не потому что вы не умеете есть вещи которые мы не умеем да вот эти технические приемы легкие письма какой-то мазок какое-то напряжение линии но есть вещи которые мы можем сделать но не делаем потому что не привыкли к вниманию не привыкли к расследованию предметов формы света или там композиции то есть просто мы пишем как бы свое представление о предмете вот недавно девочка писала тюльпаны и тюльпан наверху упирался вверх и снизу был вот такой чашевидный один чашевидный второй чашевидный еще какой-то чашевидный она сделала три яйца вот таких остроносых я говорю ты тоже видишь что они чаши видны или только я вижу ну да чаши видны а почему ты делал это то есть вот эти вот нелепые ошибки которые на самом деле очень серьезно влияют на на характер изображения делаем их просто потому что какой цветок тюльпан вот такой какой-то какой-то вот такой просто скоба ничего подобного это скобы есть какой-то линейный зигзаг именно его они еще чей-то вот я уже не говорил про чувство пропорции про восприятие допустим человеческого носа губ там еще еще сложнее от неточности линии вот такой неточности сколько зависит человек не привык видеть внимательно поэтому есть вещи которые мы не умеем их кстати не так много это очень быстро поправили а есть вещи которые собственно вот эти вот вещи которые мы не умеем очень быстро можно усвоить кроме работы карандашом и кистью вот карандаш и и кисть это не наши пока не наши материалы хотя конечно нужно рисовать если хотеть быстрого роста это конечно нужно брать карандаш это будет рост невероятно но это такое фундаментальное исследование если вы по природе не склонны к такому фундаментальному исследованию то отложите вот такое до лучших времен когда уже сознание интеллектуально усложнится интеллектуально в изобразительном творчестве усложнится тогда вы уже позволите себе расследование таких деликатных вещей а первое время увлекайтесь такими свободными свободными живописи поскольку сегодня тема нюк взял тут несколько примеров ну вот есть такая удивительная на украине положение Максименко продается очень дорого в России да? в России в России в России вот ну да она просто модная она удачливая художественная художница и очень интересная живопись это же посильно новичку это посильно но если у него есть вкус и я вам скажу что те кто берутся за подобные вещи люди берутся у которых есть вкус расправляются с такими задачами и даже потом уже с фотоматериала с натуры вот туда же и с натуры а в основном меньше с фотоматериалом делают аналогичные вещи очень близко по качеству вот это ж мы можем просто надо бы узнать а как они делают вот эти царапки эти художники царапки как лучше нанести цветовые пятна чтобы это прозвучало культурно не просто выкрашено цветовыми пятнами а прозвучало есть звучит в живописи и не звучит есть красиво некрасиво а есть еще звучит не звучит вот это звучит не звучит в основном это связано с фалтурой особенно в масляной живописи, то есть прежде всего, конечно, масляная живопись связана с фактурой. Масло пишет густотой краски. Если мы научимся, а эти приемы очень просты, если мы научимся густотой краски манипулировать, то проблема рисунка, которая у нас есть, очень быстро отвалится в сторону, и мы свободно идем к продуктивному творчеству. Или вот, например, ну понятно, что невооруженный человек, ну это я смогу, сможешь, вот в принципе, вот так вот, если взять, тихонечко попытаться пятно за пятно повторить, сможешь повторить, действительно, сделаешь вот так же, но это будет невкусно написано, и будет понятно, что это кто рисовал, а когда это написано легко, с надхнением, тогда, конечно, вот такие вещи вас не должны вообще беспокоить, просто забудьте про них на время. Ну просто, как только вы столкнетесь с этим, у вас пропадет аппетит к живописи. Это хорошо, когда человек знает, зачем он идет на это. Ну скажем, если люди, которые, в принципе, не хотят вот этого, никак. Но даже если вы не хотите вот этого, то к этому тоже не торопитесь. Начните лучше с цветов, потому что, ну допустим, с цветов, с натюрмортиков, там где все-таки это посильнее. Потому что здесь вам просто хана. То, что вы сделаете, можно будет выбросить. Натурально. Да, ну, издевайтесь над собой, над натурой, холстом. Вот, скажем, из фотоматериала, скажем, хорошее, хороший фото-материал для того, чтобы написать картинку. Немножко технических приемчиков, которые мы сегодня сейчас посмотрим, и вот такие вещи можно выстреливать. Тут особенно много нет. Видите, всего лишь цвет, тень, цвет, тень. То есть тут буквально трапаретное решение. Хотя оно мягенькое, красивенькое, вроде как и есть даже некоторый полутон между ними, но в принципе почти трапаретное решение. Вот, такие вещи тоже вас не должны пока беспокоить, потому что, ну, сложно, просто сложно, вы запутаетесь. А вот такие нас могут интересовать очень. Смотрите, вот человек нарисовал картину. Ну, допустим, новичок нарисовал картину. Что-то недополучилось. Невкусные факторы. Невкусные. Ну, не получилось вкусно. Он взял потом беленький, допустим, акрил. То есть масло высохнул, он взял белый акрил, протер всю картину, можно дрявкой даже вот так вот макнуть, влажный, на воде акрил, на воде эту влагу акриловую, протереть все, дать высохнуть, а потом снова протереть уже, то есть краска белая попадет в жилочки между маслом, там где-то затечет, и получится вот такой эффект вот такого, вот такого, такой приблизительности, такого некого воздуха, импрессионизма. То есть, если у вас работы не получилось, превратите ее в такой. Это будет красиво. Сейчас, вот еще одно у человека не получилось, и он из нее сделал, я вам покажу. Только это сделал опытный художник, поэтому мы как бы думаем, что... То есть не знал, что дальше получится. Вот. Вот что-то там калякал-калякал. Оно у него недополучилось. Он взял, облил сверху, облил разбавителем. И краска потекла, все стало приблизительно и красивенько. Но у него хватило, как опытного художника, хватило ума. Это не выбросить, а сказать, да, это уже весит. Вот. И у вас должно хватать на это ума. Отличить красивенькое от некрасивенькое. Поэтому если работа не хочет, и не торопитесь расстраиваться. Облилите ее чем-нибудь. Я сейчас тогда покую, а потом немножко покалякаем. Хорошо? Я еще немного поговорю про мастихины. Вы, наверное, видели разные мастихины в магазинах. Можно сказать так, хорошие все. И можно купить все виды мастихинов и приспособиться к ним и пользоваться. Но самый маневренный, самый благополучный из них, самый удачный, это вот этот. И все ученики, которые побывали на моих мастер-классах, они все имели, многие имели вот эти наборы и прочее. Но в итоге оказывается, что этот самый лучший. Он прогибаемость у меня хорошая, маневренность. Он практически может все тоже, только в несколько раз больше. И когда мы привыкаем все-таки к одному, а не 10 лет, мы, ну, понятно, если мы какой-то цветочек делаем, какой-то лепесточек должен сделать, то, наверное, можно взять краску и лепесточек прямо какого-нибудь подсолнца смоделировать вот таким. Ну и вот этот парень прекрасно делает это же движение, но более маневренным. Самый лучший мастихин. Рекомендую. Теперь их, правда, уже не продают в магазинах. А у нас тут на плюнику может быть. Из чистого. Потому что, да, да, можно переделывать из других. Ну, это сами. Не, он не такой получается. Он не такой получается. Нет, еще немножко не такой. Вот, скажем, можно переделать из этого в эту. Но толщина и прогибаемость будет другая. И, соответственно, возникает проблема. Значит, рекомендую вот этот мастихин. И все, кто попробовал, знают, что это самое главное. Он не продается в том смысле, что все, кто смотрит эти видеоуроки, которые я наделал, а я им пользуюсь. Скупили. Какие краски выгребаются? Ну, да. Я еще хотел сказать немножко о тактике учебного процесса. То есть, чтобы не завязнуть и не пропасть с этой живописи, стоит тактику учебного процесса внятно выяснить. То есть, первое, что я предлагаю, прорваться к тому, чтобы научиться писать картины. Не научиться рисовать, а научиться делать вещи. Как бы странно, да, почему вдруг с конца ночи. То есть, грубо говоря, на моих мастер-классах мы сначала умеем, потом учимся. То есть, мы научаемся, пусть несложно, вы видели, что есть задача несложная, пусть несложную задачу, она может быть очень эффектной, пусть несложную задачу, но она, мы знаем, как ее сделать. Основываясь на какой-то продуктивной коллекции, то есть, когда мы просто сделали целый ряд работ благополучных, которые можно выставлять, но они просты по техническому исполнению, доступны для нас. Мы потихонечку будем прибавлять более сложные вещи по мере нашего творчества. Поэтому рекомендую начать сразу с продуктивной живописи. Не сказать, что я вот пока получусь, а потом через год, может быть, жизнь так устроена, что нас отвлечет, заманит в другое, и мы только развернули, так уже и сворачивать надо. Лучше сразу с продуктивной живописи. Нет, не делать задачи не посильные, вообще не делать, ну, чтобы просто не ломать копии. А посильных задач для новичка пруд-прудий. И практика показала, что буквально 10 сеансов, ну, скажем, на конкретную тему, я бы хотел, ну, даже портрет, даже портрет. 10 сеансов на конкретную тему, профессионально грамотных в обучении, то есть не просто в какую-то студию пойти, где поставят вам куб, шар, тряпочку, бутылочку, и вы это будете рисовать. Там вы будете учить цилиндр, там вы будете учить линейный рисунок или что-то еще. И в итоге пройдет год, или вы скажете, что это невозможно, а, скорее всего, замесим. Скажете. Поэтому, вот лучше взять из рук мастера, если вы видите, что это не мастер, если вы видите, что человек высокоумный, ну, скажем, высокоумный человек может вам предложить, например, самому делать холст. Ну, как бы вот, что-то себе, чтобы вот через тернии звезды. Конечно, через тернии звезды. Но тернии, они и там встретятся и без грунтования холста. А сейчас полно холста, полно хороших красок, полно, ну, не полно, как вы уже видели. То есть, ну, есть, все это есть, все это в продаже есть, и это ни к чему самим грунтовать, но выбор холста тоже проблема. Холты, как правило, продаются упакованными красиво с этими золочками, с надписями, с подцеллофаном, и ощупать качество холста невозможно. И, ну, только вот, может быть, сбоку, сзади, как-то подвески, да, пощупать его. Тоже надо как-то выбрать из тех холстов хороший какой-то, а, как правило, поставки идут, не разбери как. В общем, покупайте у нас. У нас итальянский холст. Причем даже те, кто на камеру это слышит... Вы это сами не зайдете, да? Нет, нет. Мы ничего не делаем, мы просто знаем, что это хороший холст. То есть есть у нас поставщик, который... Это итальянский... Причем итальянский может называться любой холст. Китайский, еще какой-нибудь. Ну, что же это дело не хитрое. Просто этот холст делает завод в Италии, который уже много лет... Четырехэтажный завод в Италии, который занимается только холстом. И дело свое знание. И действительно на нем писать одно удовольствие. И все, кто пробовал другие холсты после этого холста, сталкиваются с этим проблемой. Еще есть проблема у холстов. Это вот это вот место. То есть иногда прямо в магазине. Холст либо не натянут достаточно, не натянут. И у него уже набитость вот этого места есть. То есть она уже провисает. То есть нет барабана. Уже провисает. И вот с этим я думаю, наш как-то бороться. Попробуй написать картину вот в этом месте. Когда у тебя все время спотыкается кисть. А холст вялый. И... Ну, треть картины находится в экстремальном состоянии. И очень трудно написать в этом месте. Потому что все время плиты. И он другой в цвете, другой в тоне. Потому что, потому что прогнут он. Этот сейчас прогнулся, он выбрянется. А есть такие, которые и не выбрянутся. Вот если у вас такой, кстати, кубыль. Вот, слушай, вот такой. Продавилась где-нибудь. Так взяли немножко слюны. И он обосновляется. Вот это так. На всякий случай, что если где-то у вас продавилась, это не значит, что это плохой холст. Значит, холсты тоже. Выбрать для себя хорошие холсты. Есть холсты, у которых покрытие, вот это вот, желатиновое или клеющее покрытие, недостаточно покрыто. И пигмент, вот влага из краски, очень быстро уходит в холст. И очень сухо писать. Многие, я думаю, уже столкнулись с этой проблемой. Когда вот акварельная заливка на старте картины почти невозможна. Потому что сразу все ушло, стало сухо, противно. Тоже такие есть холсты. То есть, конечно, нужно с художником, опытным. Причем, конечно, с тем художником, который обращен к новичку. Не тот, который в своих дебрях летает и какую-то экстравагантную живопись исповедует. И у него можно даже какой-то экстравагантный холст взять у него какие-то уроки. Нет, все-таки надо. Живопись, который обращен к новичку. И там уже воспользоваться опытом для развития. И тактика, конечно, очень важна тактика своего учебного процесса. То есть, сначала нахвататься от всего полезного, а потом, в некотором смысле, конечно, уходить в самообразование. Но технических приемов надо освоить очень много. То есть, что в руках сразу большой арсенал приемов. И вот несколько приемов, которые стоит, допустим, просто хотя бы сейчас увидеть, например. Вот тема Нюг сегодня как-то анонсирована. И вот я сейчас попробую вам... А, ну вот есть такие инструменты, да, как палец. Я не знаю, пробовали, кто пальцем писать или нет. Мастихин. Это ваш друг, ваш большой друг. То есть, то, что можно сделать мастихином, кисти не сделаешь. А мастихин обычно густой краской работает. Поэтому мазочки мастихинового характера, ну вот допустим, у нас... Допустим, у нас какие-то там горы с вами. Соковато сейчас я все приедаю мне это делать. Вот мы, допустим, накидаем окружающую среду. То есть обычно хорошо бы окружающей средой сразу избавиться от всего белого холста. Полностью избавиться от белого холста вот цветом окружающей среды. Будь то фоновое плитное в комнатных условиях, ну допустим, в комнатном пространстве, будь то пространство на пленере, да, когда голубоватое небо или неголубоватое, но вот тем цветом, общим цветом, который, ну вот сейчас, допустим, может быть, сероватое небо, да, вот таким сероватое цветом, все на полу. И вот, допустим, у нас вдалеке горы. И мы, даже, просто балуясь мастихином, задаем достаточно эффектный, вы видите, эффект приборка вот этого, да, как бы вот предгорье, скалистости, моментально добыт. Кистью это сделать очень трудно. А мастихин элементарно, вот эти вот вещи, просто балованный мастихин вытворяет. Он в густотой краски орудует, он дает непосредственность письма, в отличие от кисти, которая все время хочет прорисовать что-то. И вот, допустим, у нас там где-то наверху какие-то снега. Все это мастихин делает легко и непринужденно. В отличие, опять, от кисти, которая делает принужденно. То есть слишком много математики в кисти. А вот эта вот математичность живописи для новичка еще слишком, слишком сложна. Так, и вот мы сейчас с вами, допустим, обратимся в какой-нибудь... Ну вот, смотрите, например, у нас с вами некая обнаженная фигура в неком пространстве. То есть академическая живопись бы, конечно же, сделала бы эффект пространства за фигурой, эффект плоскости какой-то, на которой лежит фигура. Нет. Но современная живопись позволяет себе вот такие вот обобщения, приблизительности, которые тоже надо уметь вкусненько решить. И вот, допустим, там оно у нас больше лежит. Вот мы ее положим. Вот вы же, наверное, не знаете, что можно тряпкой, например, рисовать. А вот мы сейчас с вами попробуем. То есть, например, у нас пановое пятно цветное, там где-то сиреневое и прочее. Сделаем из тряпочки вот какую-нибудь фигушку вот такую. Возьмем белилок, допустим, голубой, розовый, получим сиреневатость. И вот этой сиреневатостью мы можем моментально избавить холст от белого, или в данном случае, вот цветного. Мера краски, которую мы кладем, очень удобна для дальнейшей укладки. То есть, нам важно в какой-то момент не переборщить краски. И тряпка, она из себя немножко берет краску и на холст дает. И она таким штриховательным, легким штриховательным образом набрасывает эти пятна. Потом, допустим, там какие-то более светлые, какие-то более розовые, цветочечки. Вот таким баловым движением можно накидать первые проявления этих цветов. где-то более темно, где-то может быть слегка зелено, то есть, это как бы цветочная ложечка, на котором будет лежать обнаженная фигура. Можно тряпкой даже вот таким образом поступать. Вот взять на вот такую слякоть краски и еще потом создать. Это же вкусненько! То есть, цветовое пятно достаточно вкусненько развивается. А потом, допустим, когда мы создали фоновую историю, то есть, мы немножко оставили место, то есть, некое фоновое пятно, мы в это фоновое пятно допустим, введем цвет фигуры, а там розовенький, желтенький. Все-таки заслоним с собой чуть-чуть. То есть, облако фигуры, именно облако фигуры. То есть, мы сейчас что видим? Мы видим некий трюк, каким можно решить на вид сложную задачу. Сказалось бы, мы же не умеем сейчас чтобы фигуру рисовать. Но мы, допустим, сейчас даем облако фигуры. То есть, не пытаемся линейный рисунок дать, чтобы эту жесткость никак не проявлять. Облако. Облако головный. Можно чуть-чуть намек на руку. То есть, у нас чуть-чуть появилась освещенная нога. Вот эта нижняя чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть освещенный животик. То есть, не так, чтобы у нас прямо свет, тень, там нюансы, полутонов. Нет. Вы видите, штриховательно. где-то намечечек на бледненькость грудей. Опять можно вернуться уточнить прогибчичек. И тоже постараться не сильно заниматься уточнением линейного рисунка. То есть, даже может быть слегка сбивание. Вы видите, как рука может участвовать в этом процессе. Мастихин сейчас своим сыграет. То есть, допустим, вот у нас там темные волосы предполагаются. Возьмем синий, коричневый, красный. Не черный, там чернявость волос, а синий, коричневый, красный, просто без гелин. И какие-то красивые, эффектные следочки оставим. Вместо того, чтобы рисовать подробности в данном случае густота краски решает во многом проблему рисунка. Красивые какие-то поступки на холсте решают эту проблему. У нее может быть какая-нибудь, допустим, диадемочка или, я не знаю, что-то там может быть в волосах. И это тоже прозвучит. У нее может быть легенький намек на бороду. из-за того, что фоновое пятно положено, достаточно удобно видеть, касание к фону доделывать. то есть она сразу распространяется как облако распространяется в фоновое пятно. Опять можно вернуться к нашим штрихованиям. еще больше усилить допустим розовень. То есть она у нас смешалась с фоновой голубизной и потеряла силу оранжевого, которую мы брали с палитры. Но это хорошо, потому что у нас появились рефлексы фона на теле. И она как некая дымочка, как некая часть следы уложилась в это пятно фоновое. Обычно свет падает сверху, поэтому можно внятно показать более светлая. Причем тряпка штрихует просто безупречно. И количество краски нагнетает небольшое. Вы практически без разбавителя идете. Если бы я не чистый холст, а сухой холст использовал, я сначала метнул бы разбавитель жидко и вписал бы. насколько холст был уже припачкан, хотя, кстати, вот такую имприматуру стоит иметь. Вот такие холсты, уже припачканные холсты, чтобы не с белого начинать, а с цветного пятна. Причем можно красивое цветовое пятно делать. Такое немножко сложное в цвете, грязноватое в цвете. Не обязательно, чтобы оно было яркое в цвете. А можно и яркое делать в цвете тоже. Делать сначала цветовое пятно, дать ему высохнуть, причем просто тряпкой вымазюкать чистый холст и дать ему высохнуть. А потом уже на этом пятно начинать развивать. как инструмент тряпка очень выгодна для нас, новичков. Видите, я еще и вторую тряпку держу и лишнее сбиваю. в отличие от кисти тряпка регулирует количество краски, распределяет ее очень равномерно, потому что кисти все равно как-то переложит краски. Трудно консистенцию краски выдерживать, трудно расштриховывать до такой мягкости. А нас мягкость интересует, поскольку нам выгоднее в состоянии облака рисовать, чем в состоянии прописанного, академически прописанного тела. Спасибо. Тоже обратите внимание, какой удобный инструмент. Как он гоняет краску по холсту, единственное, что все время с тряпочкой. Меру темности легко было определить. Скажем, теперь, когда мы чуть-чуть что-то накидали, можно мастихином подурачиться с цветочечками. вот допустим, какой-то цветок заслонил символу. И здесь может заслонить. уже на вот этой акварельной подкладке мало краски. Теперь мы выдаем более густые мотивы. И они очень звучат на фоне малого количества краски. Мастихин лучше держать в исходное положение и для кисти, и для мастихина. Как цветочек. А потом из этого положения работаем. Из этого положения. То же самое. Вот рабочее состояние держания мастихина. Вот так. Как цветочек, а потом из этого положения. Старайтесь вот так не держать мастихин, чтобы руку не штырило. Вот. Ну и еще как-нибудь сложно не держать. То есть как-то иногда как-то не пытались. Вы и запитательны в этом смысле. Вот. Вот очень хорошее положение. Из него самое маневренное, самое удобное положение. Из него уже руку подстраиваем как нам удобно. Опять же, даже положив густоты, мы можем еще подурачиться. То есть еще подмутнить. И вот этот мутный характер удерживая вести работу к финишу. Не пытаясь допустим что-то серьезно прорисовать. поддерживаем мутный балованный такой характер. В принципе вы видите, что каждый из вас может подобное вытворять. А тем не менее это уже из живописи. Можно пальцем подурачиться. То есть те же намерки на цветки, лепестки поустраивать и пальцем. я хотел чтобы вы сейчас опробовали вот ну подошли кто смелый просто походили я пойду попой а вы подошли и распробовали это дело может быть сначала просто ощупали сколько зиг крас чтобы знать какую меру своей своей мере использовать ощупать может быть даже снова вернуть обобщение допустим снова вернуться к фоновому пятну может быть немножко поджижить или поджижить прямо на колске прямо на толстке поджижить а эмоции на лице вы не планировали какому виду нет но потом может подойдем к лицу то есть мы потом немножечко наметим наметим чуть-чуть наметим хорошо ладно что ли лицо только не тропить ее все строят хотите смысл ааа нет кстати а запачкан вот эти вот эти вот эти вот эти сейчас очень модны и очень ценятся поэтому если что то иногда позволяйте себе а опять же если бы я залил бы сверху оно потекло бы чуть-чуть изображение бы осталось но оно бы еще и потекло значит сейчас просто подойдите и ощупайте сначала как фановое пятно просто сколько крас задействовано потом попробуйте внутрь вложить фигуру облаком тоже значит у вас сиреневатые фановые и оранжеватые кельцы вот просто подойдите пощупить и вне формальной обстановке не так что я выйду вы как раз Чуть-чуть не хватает фактур, не хватает, вот желтый, конечно, под Кузьмин, в чистом виде желтый лучше вообще не использовать, лучше его смешивать с чем-то, ну, кроме откровенного желтого пятна, например, вот здесь, да, а тут все в смесях, в смесях, то есть откровенный желтый, который, как правило, чуть-чуть подмешавшись к голубому сразу становится невкусным таким лимонным цветом, лучше не использовать, вот, ну, я бы сейчас вот это, снова бы вернул бы, еще в теле хорошо бы начинать сначала с розоватости, с розоватости, тут рука пошла в эту сторону достаточно умненько пошла, можно ее сюда поставить, то есть тело лучше начинать с розоватости, поэтому я сейчас перемелю то, что там было в легкий розоватый оттеночек а желтоватый уже, как, как идею светом дополняли, но не желтый, а желтоватый, то есть сначала перемиливаю сейчас образоватость опять, видите, действительно идет прям перемалывание краски, или нет, пусть рука все-таки обобрется на что-то, желтый с розовым в пользу розового, плюс берила, и у нас более-менее благополучный цвет сформируется, лицо обычно бывает чуть румянее, чем все остальное, вот, настолько я тут решил все-таки с желтым побороться, я его чуть-чуть, чуть-чуть, подбиваю, и еще раз, может быть розоватые цветочки, здесь цветочки заслонили фигуру, то есть у нас, в принципе, однородное, практически, тоновое пятно, и это, опять же, выгодная история, то, что оно однородное, то есть проблемы тонального рисунка не стоят так остро, когда светло, темно, вот как допустило здесь, очень много проблем тонального рисунка, то есть это то, что не для нас, а вот такая задача для нас, или, допустим, вот силуэтные задачи для нас, когда темный силуэт на светлом фоне, это очень удобная формула для начинающего, при этом она ничем не скучна. Значит, здесь цветы заслоняют немного фигуру в некоторых местах, а здесь фигура чуть-чуть заслоняет тоновое пятно, и получается плановость, то есть это на переднем плане, хотя все как бы однородно в тоне, но здесь может быть чуть гуще для того, чтобы еще выразить передний план, там менее густо и выразить таким образом второй план, успокоить, может быть, какие-то пятна, агрессивность их, активность их чуть-чуть, и тогда то отброшено назад, а это выявлено на передний план. Поговорим еще немного густоты дополнить. Собственно, я сейчас делаю то, что я уже делал, но я хотел бы еще немножко вернуться к освещенности. слегка розоватый, теперь дополняем чуть-чуть желтоватым светиком, то есть тот же замес чуть больше белил, чуть больше желтого, и у нас уже светлые партии и у нас уже делается. Опять вернемся к более светлому животику, я думаю, вы и сами видели на фигурах людей более светлые животы, как менее всего обращенные к свету, как к загару. Грудочка мало обращена к загару. Можно помочь. От того, что краски немного, очень легко моделируется пальцем. Чуть-чуть выпуклость плеча может быть обозначена. Опять синий, красный, коричневый для волос. Намек на ушечко. Вы видите, я просто прогнал краску с этого места, темную, взяв ее отсюда. То есть сначала я ее туда кину, потом я прогнал в сторону ушка. Некоторый намек на подбородок. Вот в этих приблизительностях очень удобно орудовать. И надо удерживать себя от точного рисунка, от того, чтобы схватить мелкую кисть и начать разрабатывать лицо. До поры. А пора будет возникать по мере вырисования. Скажем, вот сейчас найти место губам очень просто. Не расчерчивать, как нам рекомендуют учебники по рисованию, лицо на вот эти все линии. Половины, половины, половины. Ну, скажем, от подбородка губы более-менее понятно, где находится. Где-то здесь. Причем я их слегка положил и слегка растворил. Растворил. Чуть темнее, чем общее пятно лица кончик носика. Причем не рисуем ноздрю, а вот общую темность кончика носика. Глазные падинки обычно на лице имеют тоновую темноту. Их немножко обозначаем. Можно взять по соседу красочку. Скажем, даже линия носа нас не очень интересует. У нас вот впадинки интересуют. Источник света обычно падает сверху и делает очечечками глазные впадины, внутри которых уже происходит глаз со всеми подробностями. Вы видите, я примерно создаю вот такое облако, которое село вот на место. То есть я не глаза рисую пока, а место, где будут глаза. Можно взять вот эти светлости, немножечко подмешать. Просто даже если не хватает красочки, допустим, надо чуть-чуть добавить ее. Лобик может быть высветлить и сделать такое светлое чело. Прогнать, буквально прогнать. Масло очень послушное. Им можно двигать, пока оно не высохло, как угодно. Не следует затыкаться на одном каком-то участке картины. Стоит писать все, чтобы все продвигалось. И вот это место продвинуть чуть-чуть. То есть основные линии рисунка это вот где-то жесткость вот здесь. Чуть-чуть, чуть-чуть где-то вот в этих местах. Вот пустяк, а вот эти элементы уже додают рассказы фигуре. Сначала положил более бледненько, потом также пальцем. Взял бы кисть, захотелось бы порисовать. Вот хорошо, что без кисти. Кисти мы тоже должны начинать учиться. Но кисть, она и так найдет себе задачу. Потому что не все можно сделать только мутностями. Вот, сейчас попробуем с лицом дальше. Ну вот, скажем, глазки, возможно, прикрыты. И она в некой ниге лежит в этих цветочках. Тоже положил жесткую линию, чуть-чуть успокоил пальцы. Чуть жестковато, чуть успокоил. Ноздричка находится в середине вот этого тонового пятна, темненького. Как бы чуть-чуть в серединке этого пятна. Губочки обычно, самая выразительная линия, это линия между губ. Вот я, допустим, жестко положил, пальчиком взбил. Под нижней губочкой теневая обычно тоже выразительная. Тоже чуть-чуть пил. Вот так, подкрадываясь к рисунку, идем. Не рисуем всю жесткость сразу, а подкрадываемся. И сбиваю жесткость. Возможно, у меня сейчас появится чуть-чуть более выразительная линия носика. Тоже стараюсь ее в эту тишину вогнать, чтобы она не кричала в своей активности. Такой намесичек. Линию губочек чуть-чуть очертил. Вот эта площадка обычно тоже попадает на свет хорошо. И опять загнал все в мутненькое. Может быть, чуть-чуть усилил выразительность тени под носиком. При том, что я, конечно, могу жестче и внятнее рисовать, но, во-первых, в данном случае контекст подразумевает облачный характер письма. Обычно же мы никогда не можем устоять от этой линии. Хочется всегда ее провести. Но даже если мы ее провели, тихонько провели, обычно самое теневое место вот здесь. То есть темные места губочки, кончик носика – это классика освещенности. Вот к этому надо привыкнуть. Не к этой линии. С этой линией вы не скоро научитесь справляться. Поэтому поменьше на нее акцент. Точность этой линии вам дастся не скоро. А точность вот этого места относительно глаз, относительно губок, может вам сейчас быть послушным. Ну, чуть-чуть. Если смотреть далеко, уже фотографическое качество. Вот. Но при этом в этом угадываем он. Гораздо интереснее угадывать, чем если оно было действительно фотографично. Потому что угадывать интереснее, романтичнее. И все время, все время взбиваю. Может быть, немножечко усилим темность подбородочка. И тоже. Мягенько. Бровочка – это не линия от края и до края. Нет. Бровочка – это основное напряжение у переносица. И такой, как крылья. Не как скобы. Но как некие крылья стараемся обозначать. Ну, как так. Если бы это был какой-нибудь красивый разлет крыльев. Или размах крыльев птицы. И чуть темнее обозначаем ближе к переносу. Тоже можно чуть-чуть. Ушечко где-то закончилось. На это показали место. И ушло куда-то туда. И перерублено волосами. То есть, вы видите, краску можно гонять. Гонять как угодно. Очень красиво звучат всякие оформления. Ну вот, допустим, будем играть, что у нас большие красивые сети. Все один. К примеру. Кмогло бы их ни быть. Круглые. У мастихина есть еще вот такие возможности. рисовательными. Могут быть вот такие подрезки, если это необходимо, в данном случае не очень необходимо. Напряжение краски в волосах делает акцент на головочку. Ну и вообще появляется еще одно напряженное место, тем более, что голова это не последнее место у человека. Штрих по форме. Очень важный аргумент для того, чтобы фигура была круглой, чтобы элементы фигуры... То есть в художественных школах обычно рисуют цилиндр, чтобы приучить начинающего художника к штриху по форме. То есть если мы рисуем цилиндр, то штрихуем вот по цилиндру. Совсем не обязательно рисовать цилиндры в этих студиях. Можно рисовать сразу человеческую фигуру, руки, ноги, которые тоже цилиндр. И здесь тоже цилиндр. И все это можно внятно показать прямо на чем-то интересном, потому что, конечно, рисовать цилиндр не самое интересное решение. Вот, допустим, сформировался рефлекс вот этого пятна на грудочку с этой стороны. Я просто гоняю краску, лишнюю краску подбираю, если она показалась мне лишней. И вот такое мягкое письмо, где-то пупичик чуть-чуть тут. Хорошо, да, что светлость черна появилась. То есть обычно логику лучше дать преувеличенную светлость. Приятность образа от этого, это я уже как портретистом говорил, приятность образа от этого усиливается. Может быть еще раз добавить светлотиков. Чем сильнее свет, тем больше желтоватости. То есть начнем, вы видите, с розоватости, а сейчас дополняем. Желтоватость отдаем. Акрасно это розово-прозрачная, да, у вас храбанка здесь? Да. То есть с белильцами, иногда с коричневильцами. Что-то получается. Вот, скажем, линия вдоль фигур, может быть, нам не очень нужна. Слишком конструктивно там расселось. Ну и собьем какими-то вот такими. И может быть, даже где-то выбросим движение. Линию фигуры в пространство. Чуть-чуть. А где-то чуть-чуть эту линию обострим. Красиво, когда линия касания то размыта, то обострена. Обострена, размыта, обострена, размыта. Это красиво. То есть это художественно. Поэтому стараемся. Вот есть даже в институтах постоянно звучит такое слово. Художник зашел, преподаватель зашел, и студент подходит. Так, проверь касание. Если он уже смышленый, то он знает о чем речь. Если не смышленый, то не понимает его. Но проверь касание, это чтобы было интересное касание фигуры к фоновому пятну. Так же и кувшина к фоновому пятну, и букета цветов к фоновому пятну. Есть понятие касание. Ну, можно доиграть эти все игры. Можно переписывать это весь день, потому что краска не высохнет. Можно дурачиться, дурачиться сколько угодно. Значит, если хотите, уже в рамках этого можете подойти и ощупать. Зачем она вам нужна? Вы сейчас свою нарисуете. Подойти и попробовать вот эти вещи. Напомню. Начали с темности губочек, темности кончика носика, темности этих пятен. А потом уже в рамках этих темностей, своими кисточками, отложили, мяско разбили. Разбили. Вот. Кто хочет попробовать вот это место нарисовать, можно. Относительно этого. Замешаю, а вот поиграй. А? Вот. Я сейчас, наверное, еще что-нибудь покажу, чтобы вам было где-то поиграть в доме. Здесь еще один припачки. Там еще один припачки. Сигминал припачки. А можно на камеру? А? На камеру чуть разверну. Я тоже с этими задачами редко кто не справляется. Обычно чуть-чуть потыкались, потыкались, разобрались и эти пишутся вообще легко. Вот и эти романтические всякие мотивы очень хорошо пишут. Очень легко. Мастихин. Сначала киданули краску, потом мастихины ее порастоптали, порастоптали. И чуть намечили основной рисунок. Расштриховали по пороге цилиндра одно, второе, третье, подразумеваю. Лицо по цилиндру лица. И опять вот эти вот мягкости. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Очень вот удобная живота, причем такая нарядная. Вот с такими вещами не связывайтесь. Будет больно. И ничего главное не сделайте. Это еще непонятно. Есть вот такая модель живописи. Очень эффектная штука. Пишите, 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 пишите. Не дополучается. Берете кисть и начинаете превращать вот в такое, в дождь. В окно рассмотрят это самое модное. Вкусненькое живое. Да, вкусненькое. И это тоже можно превратить в это живое. И тоже будет вкусненькое. Появляется некий ритм в картине, да? Внятный ритм по вертикали. Очень красиво. Тоже попробуйте. Там еще есть и мастихина. А? Там сиреневая есть и мастихина. Ага. Очень интересно. Вот эти очень удобно пишутся. Белым набрали, просто белую краску кинули. Но кинули тряпкой так, чтобы лишней краски не было. Потом такой же тряпкой. Взяли розовый с желтым и с белилами. Продолжаем с белилами. То есть вещество белил сначала кинули на ногу. В живописи масла мы делаем сначала то, что сзади, потом то, что вблизи. Сзади у нас еще вот этот город. Ну, скажем, это могла бы быть Эфелева башня вместо какого-то советского города. Там Эфелева башня, или может с этой стороны. Какие-то намеки на крыши. Такие же бледные, невзрачные. Но белилы там уже лежали. Потом какими-то грязнилами, ну, какими-то сиреневилами там. Подложили вот эту вот темноту, кончика. На кончике вот там далекие какие-то крыши. И, может быть, пальцем вытянули пепелевую башеночку. Чуть-чуть. Чуть-чуть там она обозначилась. Это уже для нас, для всех, аргумент. Это значит романтично. Вот. Взяли розовый, желтый с белилами. Может быть, плюс чуть-чуть коричневого. Коричневый, вот это оранжевый замес. Немножко смягчает. Сделали фирушку из тряпочки там какой-нибудь. Взяли на эту фирушку там. Сейчас покажу, что такое фирушка. Ну, плотняшка. Да, такое уплотнение круги. Тампончики. Тампончики, да. Вот такое что-нибудь сделали. Вот взяли на эту фирушку. И буквально фигуру начали набирать не от рисунка, а от пятна. Штриховательно от пятна. Ведь мы видим, да, что это некий кувшинчик. Набрали. Потом, смотрим, попочка выделяется. Добавили. Смотрим, ручечка куда-то сюда пришла. Добавили. Головочка куда-то наклонилась, а белица там валяются. Они помогают в это в себя вмазывать удобно. Чуть-чуть более активное тональное пятно. Может быть, проем двери тоже. Взяли. Поставили. И в итоге нам остается выписать вот такое бледненькое личико. Вот эту картину несколько раз писали. И так красиво у всех получается. Особенно с башней. Ну, башня отвлекуха такая. Ну, что, так же рисунка практически нет, а башня добавляет по позиции. Как-то уже сюжет формируется нормально. Чуть-чуть там ручечку надо выписать. И тоже пальчиком можно. Буквально вот так вот. Вот такими действиями. Прямо по размеру руки. Вот. Еще очень важный момент, когда речь идет об обнаженной фигуре. Старайтесь брать формат, чтобы она была близко к натуральной величине. Ну, скажем, здесь мелковато. То есть в полтора раза больше, и она уже близко к натуральной величине. А мы привыкли воспринимать натуральную величину. Особенно цветы. Это обязательно натуральная величина. Не берите форматы. Иногда берет человек подсолнухи рисовать. А берет форматик маленький. И вот подсолнухи нарисует. И в итоге это какие-то цветочки, которые и так у него тяжело с точностью. И получается какая-то то ли ромашка, то ли еще какая-то. В общем, и ему неприятно. И людям непонятно, что он там накалякал. А берем натуральную величину. И мы просто знаем, какого размера наш подсолнух. С этой крупностью. И все это удобно писать, потому что это по размеру удобно руке. А так неудобно на этом мелком. Тисть руки наши не справляется. Справляется жестом. Мы к жесту больше сподручены, чем к точному рисунку. Мне по какой-то причине там... Вот некоторые, кто ногти там делает, привыкли к мелкому рисунку, тем да, немножко легче с точным рисунком. Но точный рисунок опять же ведет часто к проблемам. Все рассыпается. Там прорисовал, там прорисовал. Ничего не собрали. Да и мы наши друзья. Вот. А потом когда фигурочку, да, фигурочку. Модненько чуть-чуть прорисовали, чуть-чуть намеки на личика. Потом взяли вот эти непонятные. И тоже протянули, протянули, протянули. И у нас отличная картиночка была. Вот такие вещи нас могут интересовать. Вот эти вот очень красивые картины у этого художника целая. Целая серия таких вот красоты. Я не помню их фамилию. Я их из интернета щипаю. Вот. Тут вообще только грудь-то и прорисована. Вот кто видит издалека, только грудь-то и прорисована. Все остальное отвлекухи цветовые, которые каждый из нас может сделать. Вот как это сделано, всем понятно, да? Потекло. Причем сознательно. Взял. Запустил. Вот эти цветовые пятна. Хочешь мастихином, хочешь тряпкой. Влез. Знаглую. Потюкал. Готово. Мутности. Помните, как мы мутности делали, да? Наштриховали. Наштриховали всю картину вот этими натертостями. Натерли. Дали акцентов вот этих цветовых настроений. Чуть-чуть прорисовали, вы помните уже как, да? То есть сначала немножко подштриховали. Потом пальчиком погоняли-погоняли красочку. У нас там грудочка сформировалась, да? Опять вот мотив этот. Рисовал, художник рисовал, рисовал, рисовал. Чувствует, нет, не получается хорошо. Взял кисточку, превратил вот в это и стало хорошо. То есть, опять же, если у вас в пути, где-то близко возле результата, который хотели добиться, но не складывается. У вас много есть обходных маневров. Вот для нас тоже живопись хорошая. Можно заранее чуть-чуть даже набрать рисунок. Карандашничком. Можно даже поклеточком. Это тоже не вверх. Совсем не вверх. Можно рисунок сначала набрать на пленки полиэтиленовые. Рисунок, поклеточком перенесли. с фотографией. Ну вот. А, ну, допустим. Правда, здесь по клеточкам нечего. Перерисовывать только. Здесь мутно слишком. Ну, допустим, у нас более конкретно рисунок. Более точно. То есть, взяли силуэт фотографии, нанесли на пленку. Вот. А почему на пленку? Чтобы, чтобы себе, чтобы не здесь, чтобы этот чертежик вот здесь нигде не был виден. Чтобы было ясно, что мы это все сделали легко с одного раза. Пленочку приподняли. Чуть-чуть обозначили. Там линию сосочка, линию руки. Прямо красочкой. Чуть-чуть. Так взяли какую-то разжиженную. Бледность. Чуть-чуть тебя пообозначали. Пообозначали. Приподнимаем. Чуть-чуть. Пообозначали. Потом налили. Жидкости. Так оно все сделает или оно остается там? Под берилами. Вот оно чуть-чуть будет там видно. Бериломы даже, может быть, не задействовали. Вот все залили, активно залили жидкостью. То есть она вся потекла. Рисунок наш потекла. Что вы имеете ввиду? Рассоритель? Разборитель, да. Прямо несколько мощных ударов большой кистью. Все потекло. И начинаем загонять за красочкой. Загонять, загонять, загонять. Примерно по рисунку. Вот. Какие-то акцентики. Потом дождались. А может быть, даже потом где-то разбили, когда уже краска стала, то есть разбавитель. Вот здесь произойдет что? Разбавитель потек, дал вот эту мягкую растяжку. Потом, когда разбавитель испарился или впитался, краска стала. Ее тут очень мало, она сразу становится, где-то через час она становится, ну почти высохшей кажется. Хотя она еще не высохшей, где можно манипулировать с ним. И тогда уже взять и уточнить либо снаружи светлых, либо изнутри вот эти цветной и подбросить там. И тоже можно, например, пальцем иногда уже применять кисть, когда вещь идет о каких-то деликатных вещах. То есть кисть это наш, пока наш последний инструмент, который идет туда, где уже просто не пролазит палец, мастихин и прочее. Ну, что-то поврисовывать, как в данном случае на лице. Но видели тоже. Чуть-чуть рисанул и сбил мягко. Вот эти вещи очень благополучно складываются у новичков. Ну, в данном случае не тема ню, но такая же могла бы быть ню. Правда? С такими волосами нарядными. Тут грудочки могли бы быть. То есть, опять же, мы, допустим, увидели работу другого художника или фотографию какую-то интересную, где она не обнажена, а мы бы хотели обнаженную. Такой подарок, неожиданный потом. Мы просто взяли и сделали из нее обнаженную. Достали здесь грудочки. Мы же примерно знаем конституцию фигуры человека. Знаем, где у нее плечи. Ну, на себя посмотрели и сделали. А речка, допустим, вот какое-нибудь такое романтическое. Иногда, допустим, если мы хотим кого-то, чтобы кто-то угадывался, ну, мы, в принципе, начинаем просто приблизительно раздавать его черты. Большие углы, значит, рисуем побольше углы. То есть, не пытайте уже каждую там детальечку. Потому что все, пока держим, мы там в состоянии. Большие глаза, рисуем большие. Или мелкие глаза, мелкие рисуем. Длинный нос, там, понятно, раздавать его. То есть, перечислить хотя бы его приблизительные черты. И можно будет, очень часто можно будет сказать, что, да, похож. Потому что точный портрет, ну, не сильно вам будет удаваться. Ну, потихонечку вы к нему подойдете. Может быть, там, через полгода. Ну, вот, Максим, через год вообще вы говорите, что не с вами. Вот эти вещи. Вы видите, густая краска. Тоже можно вот такими штриховательными мотивами наполнить вот это все. Мастихином дать эффектные идею волос. А потом густыми мазочками цветными наполнить вот этой вот брызгами воды. Ну, вот такой вот штриховательный наполнить. Тоже с фанового пятна начинаем обычно такие вещи. То есть, сначала темноту фанового пятна. Там она чуть темнее краснеет, тут она чуть бледнее, разжиженнее. Потом уже в рамках этого пятна вынимаем. Сейчас я это покажу уже. Вот живопись для нас. Посмотрите, это же красиво. Да. Я думаю, что многие согласятся, что это красиво. Но исполнение мотив тот же, только больше густоты. Густое, понятное пятно. Шпатлевочный мазок здесь. Вот такой шпатлевочный мазок. В этом красном. И растертости в районе тела. Ну, здесь можно и потеки, и тряпкой растертости затеять. Единственное сложное пятно будет сама головочка. Потому что она уже в ракурсе. Хотя, может, кому-то и не очень сложно. И вот эти хитрости на... Вот, кстати, о хитростях. Поскольку тема не часто связана с бельем, с кружевами. Сейчас мы с какой-нибудь правильным действием возьмем. Вот этот пресловутый карандашик. Такой а-ля карандашечек. То есть, короткий борс. Вот такая кисточка. И вот, если бы нам понадобилось бы рисовать вот эту, мы бы взяли бы всяких темных. Причем, не черный. Вообще, от черного откажитесь. Вы не знаете, что с ним делать. Он вам будет создавать грязь и другие неприятности. Используйте для этого наш вот этот краплак. Он темен. С коричневым. Он темен. Умру можно вместо коричневого. Но лучше этот пар с коричневым темным прозрачным. Очень хороший парень. Голубенький. То в пользу одного цветика, то в пользу другого. Будет все равно темнота. Причем темнота будет, чернота будет то красней, то коричневить, то синить. Что нас тоже устраивает, чтобы это было богаче в цвете. И вот скажем, если бы нам понадобились вот эти вот штуковинки нарисовать, то балованной кисточкой создаем некий ажур. Вы видите, я просто кручу кисточкой. Она у меня лежит на холсте. То есть я не пытаюсь вот так рисовать. Балованная кисть создает эффект вот этого ажура. Плюс какие-то может быть намеки на складочки. То есть когда густота складка завернулась и они стали все в профиль. И создался эффект густоты этих линий. Тоже, если хотите, можете попробовать. Вот такое баловство ажурное. Можно какой-то ритм этому рисунку. А можно и без всякого ритма. Вот он обошелся без ритма. И все равно красиво. Ну, плоскуток такой, да? Вот. Я теперь хочу, чтобы вы снова еще раз пообщались вот с этим холстом. Попробовали и вот эти движения. И, может быть, вот эти. И с головочкой, если кто-то пощупает, будет очень хорошо. Попробовать все-таки сделать первые ощупывания лица. Хорошо? Мы покупаем в магазине обычно. Ну вот, например, мы хотели бы сделать нечто подобное. Возможно, у нас есть фотография. Возможно, на фотографии нет красного бедна. Предполагаю, что работа была, наверное, с натурой. Потому что видно, что похоже, что с натурой. Но даже если это сделано было не с натурой, а с фотографией, предполагаю, что не было красного бедна. Конечно же, не было вот этих синих. Все было веселенько, скучненько. Но краска, она таким свойствием обладает. Когда мы начинаем писать, у нас где-то синий мигнул, где-то красный мы силили. И вроде как уже появилось эмоциональное напряжение цветовое. И вот, допустим, нам нужно эту работу сделать. Есть вот такой хорошенький ходик, когда мы смачиваем сухость толста разбавителем. Можно даже в начале метнуть просто бедю. Если мы предполагаем достаточно разберенную картину, как в данном случае было. То есть в очень рабочем порядке. Можно даже пока не эмоционально это делать. Еще, конечно, очень важный момент – это любовность письма. Некоторые так волнуются, что у них там что-то не получается, что теряют чувство к картине. Вот этого тоже надо избегать, потому что картину нужно любить, даже если она недополучается, как детей. Бывают дети у нас посимпатичнее, наши же дети, и не такие симпатичные. А мы несимпатичных еще больше любим, потому что он даже этого не почувствовал в начале. Поэтому и картина тоже. В некоторых ногах я вижу, что человек потерял курс. Раздражается мне, не получается, не получается. Я говорю, так, если ты свою картину любить не будешь, я за тебя любить не буду. Поэтому иди чай, попей кофе, покури, что-то с собой сделай, но вернись к вкусу любви. Картины, в данном случае, прямо как дети. Не любишь, сразу видно. Ну и получаться не хочется. В принципе, она утерлась ротом в картину, не хочет, не готов. Получается. И, как всегда, у нас фоновое пятно. Сначала то, что сзади, а сзади у нас фоновое пятно. Ну и чуть-чуть. То есть мы сделаем достаточно влажную ситуацию на простое. Причем фоновое пятно мы не делаем только там, где оно... Не делаем только в этих местах. Нет, мы делаем и здесь. То есть она ляжет на фоновое пятно. Внизу у нас что-то там коричневый вид. Такой немножко песочный имеет цвет. Долго с этим не париться, опять же можно взять прятку. Чтоб распределение краски не превратилось в катастрофе. Там некая текучесть фонового пятно полиоэртикали. Слушай, кто уже успел обратить внимание. Лягко немножко собрала лишнюю укладу. Распределила краску достаточно хорошим слоем по холсту. В центре у нас потемнее. Возьмем синьку, розовый. И еще раз покажу, что надо это приближать. Я сейчас набираю просто фоновые пятно. Сама фигурка у нас рыжего цвета. Поэтому опять возьмем розовый, желтый. Белевица. В пользу розовенького для начала. Мы видим, что фигура где-то посередине. Мы недолго рассуждали. Где именно? Просто посередине. как бы идем от средней линии фигуры. Не от края, а именно от средней линии. Головочка уперлась в верхнюю часть формата и чуть-чуть сместилась от центра. Скорее вот эта линия находится по центру, да? Можно голубым вернуть это пятно. Головочка устремилась сюда. Под личиком немножечко продолжение лица. Плечико с рукой. В центре под одеждой она более румяна. Можно плюс горечневый. То есть пересчет по пятнам, а не по рисунку. Не по линиям рисунка, а пока только по пятнам. Можно вот такой фигушкой тряпки в том числе и волосы положить. Причем посмотрите, некоторая густота красочки вполне дает ощущение множество волос. Причем несмотря на то, что сзади у нас был светлый, вы видите, темный вполне перебивает. где-то здесь у нас чернота белья. То есть никакого жесткого рисунка. Впрочем, жесткий рисунок, если бы нам понадобился, и мы бы сейчас захотели бы поуточнить ее по рисунку, мы бы сделали это не потому, что мы сначала шоу бы сделали. Вот сейчас точность рисунка очень удобно дать, например, резьбой мастихина. То есть берем мастихин вот так, поджимаем пальцы и острием мастихина, как если бы мы чувствовали свой ноготь. Как ноготь. И вот этим, как ногти, мы начинаем рисовать. Вот, кстати, вышла за линию, а посмотрите, само по себе вот эта история красива. Хотя за линию вышел цвет тела. А здесь не дошел. И это красиво. Это как раз вот те элементы, которые использует вот эта художница Максим. Вот эти вот трюки она использует. И вот эти прорези. Это они. Порвать мастихин порвать полос практически невозможно. Поэтому, если что, набрали цветовые пятна. Да? Цветовые пятна. Собрали немножко рисунком, вот такими прорезами. Картина готова. Ну, в данном случае у нас чуть-чуть другая задача. И мы ее делаем. Стирает тут же палец. Да, вы видите, краска лежит, поэтому тут же можно поправить рисунок. Где мы совершили неточность, тут же поправляем. То есть, если бы нам понадобился рисунок. То есть, мы могли бы и обойтись без этих линий. Ну, допустим, если нас все-таки это беспокоит, наметим рисунок. Прорезать рисунка. Стирить. 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 чуть потише может быть в теневой части и даже приблизительные линии частично не останутся как конечный продукт опять же вспоминаю художницу которая эксплуатирует вот эти некоторые неточности можно пользоваться кистью иногда кистью, иногда тряпкой всегда подбираем инструменты можно и кистью можно кистью, например, перемолоть в нужный цвет там у нас охристый такой светленький цвет но чтобы краски, допустим, было в итоге немного потому что кисть не всегда нужное количество краски иногда мы перебираем именно кистью мы часто перебираем и вы видите, по форме опять вся эта штрихованность здесь большой цилиндр, здесь мелкие цилиндры чуть-чуть понабираем то, что у нас там подмешивается снизу, нас очень устраивает то есть это все рефлексы окружающей среды на тело а можно, например, было бы это все сделать тряпочкой а можно сейчас тряпочкой уменьшить количество краски добиться более мягкого призрачного состояния вы видите, тряпка не дала того эффекта, который дал кисть кисть дала сразу очень светло хотя, если бы мы дольше молотили перемалывали то, конечно, бы она добилась результата который дала тряпку но нам выгодно идти от тихого к более яркого все более ярче набираем уже из этого положения количество краски у нас практически не меняется то есть консистенция то есть тоничество краски консистенции для нас очень важный элемент для того, чтобы работать с формой и тряпка, в данном случае позволяет удерживать количество в приличном состоянии Максименко вот эта девочка она более густые слои накладывает и часто делает вот эти вот растяжки прямо мастикином пока влага краски брошена на холст много краски она это делает прямо вот так получается даже сейчас покажу какой эффект часто получается вот допустим такое количество краски она задействовала получаются даже вот такие вот накаты краски то есть она расштриховывает все это мастикином лишнюю красочку собрала осталась только полезная и эффект этой расштриховки очень хорош но это может быть в другом случае мы еще раз посмотрим как можно было бы действовать то же самое мастикина но я как раз хочу вас с этим вы не разберетесь самостоятельно это надо все-таки прийти на урочек попробовать а с этим можно потом разбираться в том числе самостоятельно но те кто попробовал делают чудеса и тем больше тем больше добавляем желтенького то есть то есть само само тельце в силу наличие крови в нем оно розовит но свет на тельце желтит как свет вообще желтит и вот потихонечку начинаем вгонять желтоту вгоняя желтоту потихонечку мы видим меру меру которую продолжать или не продолжать вгонять желтый желтый потому что если бы мы сразу бросились на световые в меру этого был бы перевод а так розовенькость мигает мигает и это делает ее живенькой а не мертвенькой опять же у нас есть вот эти аргументы желтый с коричневым будет такой охристый цвет который здесь очень сильно представлен можно им подыграть почему я вдруг по цилиндру пошел по вертикали на закруглениях цилиндр можно штриховать по вертикали на крупных плоскостях по цилиндру на закруглениях можно двинуться и вот так и все время бледем количество краски если что лишнюю краску собираем в тряпку не советую потому что вы ничего не почувствуете на перчатках если мы не пальцами то конечно будут перчатками но пальцы нужны вам нужны художники опытные без пальцев обойдут лучше а вы вы начнете вырисовывать кистью начнется каторка она уже не нужна каторка иногда вот смотрите вот допустим мы делаем нечто круглое положили свет положили тени опять посмотрите штрихом по цилиндриху посмотрите какая круглая 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 да чуть-чуть напряжение штриха сбили может быть даже чуть-чуть как так сбили но круглая правда то есть кладем теневую световую и разбиваем границу вот таким образом получается очень красивый эффект рекомендую всем попробовать вот когда пойду курить положить грубо сначала контрастно одно другое а потом пальцем развить ну и опять же тихонечко дримчато развиваем успех в этих местах иногда что-то вкусненькое сложилось не так как мы предполагали или как было на картиночке с которой мы работали если это вкусненько произошло ну скажем акцент светлого вот может быть на грудочке был очень велик может быть на двух даже был посильнее а здесь осталась такая тишина может быть так не смотря на то что грудь это шар но она же немножко и цилиндр вместе с грудной клеткой поэтому я продолжаю эксплуатировать штрих по и 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 Продолжение следует... 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 В данном случае, наверное, кадмий бы пригодился, но у меня его с собой нет, поэтому будет розовый с желтым чуть-чуть, у него близкий к алому цвет. Какие-то ворсинки по краю платка этого, какой-то откровенно белый, ну и так далее. То есть, можете сейчас попробовать, ну хорошо, пробуйте, в таком случае. То есть, чуть-чуть порисовать этих цветовых, где-то усложню эти, там-то все есть, просто щупай, где-то вверх, 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 вот этот элемент. На одной ножичке, на другой, прям попробовать. Попробовать мастихином порисовать, пощупать, как линия работает. Еще раз напомню, что поджимаем пальцы. И как будто ногтем рисунок. Рисунок. Хорошо? То есть, вот так вот, пощупать, чтобы... И анонсируем на камеру. Пятна набрали, потом создали рисунок. Не сначала рисунок, а потом раскрасили тон. Сначала создали пановые пятна, а потом дали лезвие. На камеру анонсируй следующий семинар. А? Тему следующего на камеру. Идумай уже.